Почти в любой компании многое завязано на совместной работе с файлами. Люди постоянно пишут файлы, изменяют их и передают друг другу. Какие-то данные должны быть постоянно доступны внутри одного отдела, какие-то внутри всей компании, что-то изменяется ежеминутно, а что-то раз в год. И если бы приходилось каждый раз при каждом изменении копировать все эти файлы от одного компьютера к другому, особенно если компьютеров тысячи, то это был бы просто ужас. Это не единственная причина. В целом по разным задачам требуется, чтобы какие-то файлы были постоянно доступны на разных компьютерах. А если данные будут храниться где-нибудь на сервере, это также упростит процесс бэкапа, распределения доступов и многое другое. В общем, все это решают сетевые файловые системы. Грубо говоря, они позволяют работать с файлами, которые хранятся на сервере, как с локальными. Например, заходя в директорию Home User Documents, вы будете видеть файлы, которые находятся на сервере, и вам не придется постоянно копировать их туда-сюда. Сетевые файловые системы работают по протоколам, и самые популярные это NFS и SMB. Они сильно отличаются, и у каждого из них свое применение. Но эти протоколы почти всегда используются внутри локальной сети, и почти никогда в интернете, так как это очень небезопасно. Начнем с NFS – Network File System. Если вкратце, NFS работает с Unix-овыми правами и без аутентификации. На самом деле, можно настроить аутентификацию через Kerberos, но это отдельная тема. В основном, NFS применяется между серверами. Например, чтобы на нескольких серверах были одни и те же настройки и данные, а также для постоянного бэкапа и тому подобного. Там, где обычные пользователи, особенно в Windows-среде, это не годится. Хотя тоже работает. Давайте установим NFS на Археле и примонтируем на Cintos. Для начала установим пакет NFS Utils. В нем есть демон и прочие утилиты для работы с этой сетевой файловой системой. После установки добавим сервис NFS Server в автозагрузку и одновременно запустим его, а потом глянем его статус. Вроде все работает. Так как это сетевой сервис и к нему будут подключаться с других систем, нужно добавить его на файроволе. Там он есть как сервис и называется NFS. После добавления не забудем перезагрузить файровол. Для наглядности сделаем ListAll, чтобы увидеть его в списке сервисов. И давайте просто для информации посмотрим, какой порт для NFS указан в файроволе. 2049. И убедимся, что сервис слушает на этом порту. Для этого у нас есть утилита SS. Как видите, в списке есть 2049-й порт. Я использовал 4 ключа. Listen, IPv4, TCP, Numbers. То есть показать все порты, на которых сервер слушает по IPv4, по протоколу TCP. И показать номера портов, а не названия. Вся эта проверка была необязательна. Но если мы будем периодически использовать эти инструменты, мы их запомним. И в дальнейшем они очень пригодятся при решении проблем. Окей, пойдемте дальше. Хотя мы и говорим «сетевая файловая система», но нам не нужно для нее создавать раздел, форматировать его и тому подобное. Да, клиенты действительно монтируют ее, как обычно монтируют файловая система. Но на сервере это всего лишь обычная директория. Она может быть как в корневой файловой системе, так и на какой-нибудь другой. Тут уже зависит от вас, как вы распределяете пространство. В целом, конечно, лучше держать все это на другом диске с другой файловой системой, чтобы не зависеть от операционной системы. Если будут проблемы с этой операционной системой, просто отцепим диск и подключим к другой. Но для изучения сойдет и корневая. Для начала создадим директорию «data» в корне, название на ваше усмотрение. Ну и сразу создадим в ней пару файлов, они пригодятся нам чуть позже. Вот эту директорию мы будем раздавать по сети. Простонародием это называется шарой, от слова share. Но для начала ее надо настроить. Список расшаренных директорий указывается в файле etc.exports. Раздавать можно несколько директорий. И даже одну директорию можно раздавать с разными параметрами. Сначала мы указываем локальную директорию. После пробела или табуляции пишем IP-адрес или адрес сети, кому мы разрешаем подключаться. И слитно к адресу в скобках указываем параметры. Допустим, rw.readwrite. В нашем случае мы разрешили компьютеру с адресом 315 монтировать директорию «data» с возможностью изменять содержимое. К этому файлу мы еще вернемся. А пока продолжим. В случае с nfs не нужно перезапускать сервис, чтобы применились настройки. Но нужно выполнить команду exportfs. Здесь ключ A считывает все написанное в экспорте и применяет. А V это verbose, то есть просто для наглядности. Если запускать команду без ключей, то покажется то, что сейчас раздается. А с ключом S можно увидеть все параметры к этой шаре. Окей, теперь попробуем примонтировать эту директорию на CentOS. На нем уже пакет nfs-utils есть, поэтому сразу подпускаем команду mount. В качестве файловой системы указываем IP-адрес, двоеточие и расшаренная директория. Ну и указываем, куда хотим примонтировать. Обратите внимание, что никакого пароля не нужно указывать. Если посмотреть df, можно увидеть объем файловой системы и свободное пространство на сервере. Для сравнения, на локальной машине другие данные. Ну а также можно увидеть, с какими параметрами мы примонтировали, если посмотреть команду mount. Теперь перейдем к данным. Итак, если посмотреть в mnt, можно увидеть файлы. То есть я на CentOS в mnt вижу файлы, которые находятся в data на Arhele. Файлы пустые, поэтому CAD ничего не показывает. Но если я попытаюсь создать какой-то файл, у меня выйдет ошибка, что не хватает прав. В nfs действуют unix-овые права, то есть на основе uid-ов и gid-ов. Но по умолчанию права рута игнорируются. Для начала вспомним, что права на файлы в линуксах применяются не по логинам, а по идентификатору, uid-у. У файла 1 uid 0, то есть root. Но права рута не работают, поэтому давайте поменяем владельца файла. Отсюда у нас не хватит прав, поэтому сделаем это через sh. Чуточку подождем и увидим, что у файла поменялся владелец. Теперь он показывается как юзер. Но это лишь потому, что и на сервере у пользователя юзер uid-1000, и у локального пользователя юзер uid-1000. Давайте проверим права. Попробуем записать что-то в файл. Как видите, все прошло успешно. В файле появилась строка. Теперь попробуем сделать то же самое от root. Я специально не использую sudo, потому что перенаправление работает от моего юзера, а не от root. То есть, если я использую sudo, в файл текст будет добавляться не от root, а от юзера. Поэтому это не показатель. Заходим от root и пытаемся изменить файл. И снова получаем ошибку. Так почему же права root игнорируются? Все дело в том, что без этого пользователь root на любой из систем, куда примонтирована шара, смог бы сделать с файлами все что угодно. У него были бы все права на все файлы внутри шара. Он смог бы, допустим, создать файл с сет юидом и повысить себе привилегии на любой из систем. А это опасно. Если кто-то получил доступ к одному из ваших серверов, то так он сможет и на других повысить себе привилегии. Ну или какой-то из ваших сотрудников, благодаря этому, получит доступ туда, куда ему нельзя заходить. Не стоит это отключать, но о существовании такой возможности вы должны знать. В etc.exports вы можете добавить параметр noroot.squash к нужной шаре. Обратите внимание, что параметры указываются через запятую, без пробелов. Чтобы заново расшарить директорию с новыми параметрами, нужно использовать ключ R. Ну и теперь можно на цинтосе работать с файлами от рута. Чтобы закрепить тему прав, на сервере создадим нового пользователя, ArhalUser, с юидом 5000. И пусть его домашняя директория будет внутри дата. Теперь давайте проверим права на новую директорию внутри МНТ. Обратите внимание, что вместо владельца и группы директории указано 5000, то есть юид. Всё потому, что на локальной системе нет пользователя с таким идентификатором. Давайте создадим локального пользователя с другим логином, но тем же самым юидом. И в качестве домашней директории укажем ему директорию того пользователя на сетевой шаре. Теперь, если проверить справа на ту же директорию, вместо 5000 мы увидим локального пользователя. То есть система по юиду сопоставляет файл с владельцем. Давайте попытаемся залогиниться новым юзером. Теперь можно зайти к себе в домашнюю директорию и работать как обычно. При этом файлы этого пользователя будут храниться на сервере. Но для этого нужно, чтобы эта файловая система была предварительно примонтирована. И чтобы при каждом включении нам не приходилось монтировать вручную, нам на клиенте, то есть на Cintos, надо добавить запись в etc.fstab. Давайте вместо адреса укажем имя хоста. Хотя можно и по IP-адресу. Ну и в качестве типа файловой системы указываем NFS. Раньше в опциях монтирования стоило указывать дополнительный параметр netdev, чтобы эта файловая система при включении монтировалась только после того, как заработает сеть. Сейчас это не нужно, потому что системд сам за этим следит. Но на всякий случай добавим опцию nofail. Если сеть будет недоступна, операционная система не запустится в нормальном режиме. А с ключом nofail ошибка монтирования проигнорируется. В определенных случаях нельзя давать операционной системе запускаться, если какая-то важная файловая система не примонтировалась. А в каких-то случаях это не критично. Чтобы убедиться, что с fstab все нормально, попробуем премонтировать с помощью него. Предварительно шару следует отмонтировать, а потом использовать команду mount defisa, чтобы премонтировалось все из fstab. Как видите, у меня возникла ошибка, что доступ запрещен. Это потому, что rhal у меня прописан как ipv6 адрес, а я его в exports не указывал. Давайте поменяем hosts файл и пропишем ipv4 адрес, после чего попробуем перемонтировать. На этот раз все премонтировалось успешно. Теперь давайте вернемся к файлу exports и разберем пару опций. Но я не буду лезть в дебри и показывать какие-то специфичные настройки. На данном этапе это нам не нужно. А если вам интересно, посмотрите manpoexports. Итак, до этого мы расшарили директорию data для адреса 315. Что, если мы хотим эту же директорию расшарить для всей сети 310, но с другими параметрами? Можем поставить пробел и прописать другой ip-адрес, или адрес сети с другими параметрами. Но еще раз обратите внимание, что скобки слитны с адресом. Если поставить пробел, то параметры будут применяться для любых адресов. Итак, у нас для 315 есть параметр no root squash. То есть он может от рута работать с этой файловой системой. А другие хасты в этой сети могут работать только обычными пользователями, без root-прав. Вообще, желательно внутри data создать различные директории, задать им соответствующих владельцев и так расшарить. Иначе в самой директории data с ее владельцем root никто не сможет создать новые директории и файлы. Только читать. Каждую шару надо указывать с новой строки. Это может быть и отдельная директория, и директория внутри существующей шара. Так вы можете более гранулярно монтировать. То есть не все содержимое data видеть на клиентах, а только необходимое для данного хоста. В данном случае, data or hello user раздается на все компьютеры с правами read-only. Даже если на уровне файлов у клиента будет доступ для изменения, NFS любые попытки изменить будет пресекать. После изменений не забываем переэкспортировать файловые системы. Давайте разберем еще пару нюансов. То, что мы обсуждали насчет NFS, в основном относится к его текущей версии, NFS 4. Где-то теоретически вы можете еще наткнуться на третью версию. И вот между версиями есть большая разница. Например, сегодня мы на файрволе открыли порт 2049. И этого хватило, чтобы клиент мог поремонтировать шару. Раньше этого могло не хватить, потому что NFS изначально разрабатывался с учетом сервиса RPC Bind. RPC Bind – это специальный сервис, который слушает на порту 111. Грубо говоря, он позволяет клиентам не думать о том, к какому именно порту нужно подключаться. Условно, если вы хотите подключиться к SSH, вам не обязательно знать, на каком именно порту он работает. Условный SSH каждый раз работает на каком-то рандомном порту. И ваша программа за вас посылает запрос на RPC Bind на порт 111 и спрашивает, а как достучаться до SSH. А там RPC Bind ведет учет всех портов и направляет на нужный. Идея интересная, но не всегда удобная, особенно с точки зрения файрвола. Сейчас этот сервис редко где используется. Так вот, некоторые функции NFS разбросаны по разным портам. В 4-й версии NFS большинство функционалов включено в сам протокол, но во 2-й и 3-й нет. Например, функция блокировки файла. Но даже для NFS 4 RPC Bind может быть полезен. В частности, для получения информации о шарах. К примеру, мы знаем, что на Rheal есть NFS сервер, но не знаем, что за директории там раздаются. И по каким-то причинам мы не можем на него зайти и проверить все. Мы хотим со стороны клиента узнать, что же там на сервере раздается. Для этого есть команда show mount. Как видите, она выдает ошибку RPC unable to receive. То есть не получается ответ от RPC. Чтобы решить эту проблему, надо на файрволе сервера разрешить RPC Bind и mount D. Сделаем это прямо отсюда, через SSH. И теперь команда show mount показывает экспортнутые директории на сервере. Ну и еще один нюанс. Предположим, NFS сервер вышел из строя, или клиент потерял сеть. В общем, просто потерялась связь между клиентом и сервером, в то время как файловая система была премонтирована. Давайте создадим такую ситуацию. Выключим Rheal, пока премонтирована шара. Если теперь попробовать зайти в директорию или хоть как-то взаимодействовать с файлами, то процесс не будет выдавать результат. Он просто не может зайти в эту директорию. Если какой-то процесс работал с файлами внутри этой директории, то он просто зависнет в ожидании ответа. И в такие моменты лучшее решение попробовать восстановить связь. Иначе придется убивать процессы. Но если у вас нет никаких важных процессов, и вы просто забыли отмонтировать, то обычная попытка отмонтировать тоже будет зависать. В такие случаи вы можете попробовать насильно отмонтировать с ключом F. Но, как видите, у меня даже это не работает. Пишут, что устройство занято. Попробуем найти процесс с помощью lsov и убить его. И даже lsov у меня перестает отвечать. В таких случаях можно попытаться найти процесс в списке процессов или использовать ключ l с umount. Тогда файловая система для нас отмонтируется. Но где-то в памяти все еще останется, пока все не исправится или пока мы не перезагрузимся. Давайте подведем итоги. Сегодня мы с вами разобрали NFS, одну из сетевых файловых систем, которая много где используется. Ее легко поставить и настроить, но будьте осторожны с доступами, так как для подключения к ней не нужны никакие логины и пароли.